ВЕСТИ КАРАЧАЕВА ЧЕРКЕСИЯ ВЕСТИ КАРАЧАЕВА ЧЕРКЕСИЯ И ЕЕ РЕГИОНОВ В УСЛОВИЯХ АДАПТАЦИИ К НОВЫМ ВЫЗОВАМ ЕЩЁ ОДНА АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА – ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЩИТЫ ТРУДОВЫХ ПРАВ МОБИЛИЗОВАННЫХ ГРАЖДАН, ИХ ПЕНСИОНОВО ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ДОСТУПНОСТИ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ДЛЯ ЧЛЕНОВ СЕМЕЙ Обсудят и вопрос военно-исторического наследия страны как основу духовно-нравственного развития граждан Российской Федерации. 14 декабря в Большом зале Дома правительства Республики состоится очередная 43-я сессия Народного собрания Карачае-Чрикеси. На рассмотрение и утверждение народных избранников будут вынесены несколько законопроектов, в числе которых о внесении изменений в региональный закон о бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования на этот год и на плановый период 23-го и 24-го годов, о республиканском бюджете на следующий год и на плановый период 24-го и 25-го годов, о внесении изменений в закон о порядке выпаса, содержания и прогона сельскохозяйственных животных и другие. Письма и посылки бойцам, участникам спецоперации можно отправить через ближайшее почтовое отделение по адресу 103-400, Москва-400 и номер воинской части. Об этом в своем официальном телеграм-канале проинформировал подписчиков глава Карачае-Чрикеси Рашид Темрезов. Далее цитата руководителя региона. Самое главное для солдата на фронте знать, что дома все хорошо, ничто так не поднимает боевой дух наших бойцов, как весточка от родных со словами гордости и благодарности. При этом в связи с выполнением боевых задач обычные мобильные связи или интернет не всегда оказываются доступны для военнослужащих. Теперь в рамках проекта Минобороны России родные и близкие участников спецоперации могут направлять свои письма о бандероле и посылке военнослужащим через ближайшее отделение почты России. И ответ не заставит себя ждать, поскольку воинские части в зоне проведения специальной военной операции прикреплены к подразделениям фельдегерской почтовой связи, а военнослужащих обеспечат конвертами и письменными принадлежностями. Закончилась цитата Рашида Тимрезова. В Карачаевске уже вовсю идет строительство первого в нашей республике ледового дворца. Уже в следующем году жители Карачаевской кейси будут осваивать на ледовой арене зимние виды спорта. О темпах строительства спортивного объекта расскажет начальник отдела физической культуры и спорта администрации Карачаевского городского округа Альберт Сарыев. На сегодняшний день популяризация именно зимних видов спорта, она будет очень в потребности для жителей, она нужна. Здесь мы можем рассчитывать на такие виды спорта, как хоккей, например, конкобежный спорт. В будущем планируется также привлечь специалистов, которых будут обучать наших детей. До конца 2024 года на федеральной сети Карачаев-Черкесия отремонтируют 21 километр автодорог и два моста. Об этом сообщила пресс-секретарь управления федеральных автомобильных дорог Кавказ Милана Тхамокова. С двух до четырех полос расширят 12 километров подъездной дороги к Черкесску от Р-217 «Кавказ», с 51 по 63 километр. А в 2023 году на автодороге А-155 отремонтируют 9-километровый участок Черкесск-Уст-Джигута и два моста в Домбае. В текущем году стартовал капитальный ремонт участка от съезда в село Садовое до пересечения улиц Ставропольской и Набережной, столицы Карачаева-Черкесии. Встречные потоки разделят осевым тросовым ограждением, модернизуют один существующий светофорный объект и устроят 9 новых. Установят более 750 дорожных знаков и нанесут горизонтальную дорожную разметку термопластиком. Согласно планам Фокопор-Доркавказ, в эксплуатацию участок будет сдан до ноября 2024 года. Весной 2023 года дорожники приступят к ремонту четырехполосного участка федеральной дороги А-155 Черкесск-Домбай-Граница с Республикой Абхазия с нулевого по 9 километр. В июне 2023 года в эксплуатацию ведут мосты через реку Домбай-Ульген и Аманаус. Продолжается капитальный ремонт автомобильной дороги Майкоп-Карачавск. Преображение трассы, которая является единственной транспортной артерией между нашим регионом и Краснодарским краем, радует не только жителей Станицы Преградной, но и туристов, которые ежедневно проезжают по этой дороге. Информацию комментирует главный инженер управления Карачаева-Черкеско-Автодор Муайет Хутов. Данная работа у нас идет планомерно. С 2016 года мы на участке автомобильной дороги от Зеленчугской до Станицы Преградной уже отремонтировали более 38 километров. Планируется закончить полностью всю автомобильную дорогу от границы Краснодарского края до Станицы Зеленчугской к 2024 году, что составит более 60 километров. Учителя средней общеобразовательной школы номер один Станицы Зеленчугской Юлия Копалкина, Нина Скрыльникова и Горислава Найденова принимали участие в пятом межрегиональном фестивале учительских клубов под крылом «Пеликана», который традиционно проводится на базе Ленинградского областного центра развития творчества одаренных детей и юношества «Интеллект». В мероприятии участвовали педагоги из 11 регионов страны. Основная часть фестиваля проходила в форме турнира по дебатам. Несмотря на то, что этот формат был для них новинкой, наши учителя успешно выступили в командном зачете. Юлия Копалкина получила диплом третьей степени, Нина Скрыльникова – диплом второй степени. Кроме того, Юлия Александровна вошла в десятку лучших спикеров турнира. Напомним, что все эти педагоги являются активными участниками регионального клуба «Учитель года КЧР». Электронные права доступны в мини-приложении «Госуслуги авто» ВКонтакте. Для их использования необходимо зайти в приложение ВКонтакте во вкладке «Сервисы», открыть мини-приложение «Госуслуги» и выбрать раздел «Авто». Затем нужно авторизоваться через «Госуслуги». Переход на портал и обратно происходит автоматически. В приложении появятся сведения об автомобиле, загрузятся данные СТС и водительского удостоверения. Ими можно будет воспользоваться в любой момент прямо из соцсети. Кроме этого, в мини-приложении работает большинство функций «Госуслуг авто». Здесь же можно предъявить сотруднику ГИБДД электронное водительское удостоверение, электронное СТС, передавать права управления транспортным средством другому водителю или отозвать их, а также посмотреть документы на автомобиль и так далее. Правда, в настоящее время сервис работает в воспитательном режиме, поэтому инспектор вправе попросить оригиналы водительского удостоверения и СТС. Сотрудниками полиции зарегистрировано сразу четыре факта мошенничества на сумму около 260 тысяч рублей. В Зеленчукский отдел внутренних дел с заявлением обратился 43-летний житель Татарстана, который сообщил, что ему позвонил неизвестный и представился сотрудником СББ. Под предлогом защиты от незаконной транзакции убедил установить мобильное приложение для защиты банковской операции, после чего со счета заявителя списали 34 тысячи рублей. Аналогичный звонок поступил 51-летней жительнице из села Учки-Кен. Неизвестный также и представился сотрудником одного из финансовых учреждений. Под предлогом защиты от незаконной транзакции уговорил установить приложение для записи экрана и таким образом похитил денежные средства в сумме 105 тысяч рублей. В Адыгихабльский ОВД поступило заявление от 22-летнего жителя хутора Киева Жураки. Мужчина сообщил полицейским о том, что ранее при неизвестных обстоятельствах он утерял свою кредитную карту, после чего с нее были списаны денежные средства. Проведенная проверкой было установлено, что заявитель в день утери кредитной карты перечислил 28 тысяч рублей на свою другую банковскую карту. Впоследствии указанную сумму четырьмя транзакциями заявитель перевел на счет неизвестного, с которым он переписывался в мессенджере. Полицейские также установили, что указанные денежные средства заявитель хотел инвестировать в криптовалюту, однако после перечисления денежных средств неизвестный прекратил переписку с заявителем и на связь не выходит. По заявлению 49-летней жительницы Черекеска возбуждено уголовное дело. Женщина в сети интернет увидела рекламу легкого заработка на криптовалюте, после чего позвонила на указанный номер. Ответил ей неизвестный мужчина и предложил вложиться. В период с октября по ноябрь неизвестный похитил принадлежащие ей денежные средства на общую сумму 91,5 тысячи рублей. На территории Карачао-Черкесии продолжается месяц по безопасности дорожного движения. Информацию комментирует государственный инспектор отдела организационно-аналитической работы и пропаганды безопасности дорожного движения у ГИБДД и МВД по Карачао-Черкесии и Лилия Гогушева. Мероприятие проводится в целях снижения уровня аварийности, основными причинами которого являются выезд на полосу встречного движения, управление транспортным средством в состоянии опьянения, превышение скоростного режима, нарушение правил проезда перекрестков, непредоставление преимущества пешеходам, нарушение правил дорожного движения пешеходами, а также нарушение правил перевозки детей. Помните, уважаемые участники дорожного движения, что соблюдение правил дорожного движения начинается с нас самих. Берегите себя! В Карачаево-Черкесском государственном университете имени Умара Алиева прошло мероприятие, посвященное памяти героя Российской Федерации и генерал-майора Канамата Баташева, в котором приняли участие актив студенчества вуза, представители различных молодежных движений, благотворительных, общественных и добровольческих организаций. Вспомнили и тех, кто на фронтах Великой Отечественной войны показал героизм и мужество. Это Харун Богатырев, Осман Касаев, Джанибек Галаев, Харун Чачуев, Кичебатыр Хайрки, Завьюнус Каракетов, Азрет Узденов, Дамбузула Каракетов и другие. Отдельной темой стал подвиг нашего земляка Канамата Баташева, который в мае этого года, выполняя боевую задачу на Су-25, погиб в зоне проведения специальной военной операции. В Карачае-Черкесии 9 декабря состоится открытие памятника Канамату Баташеву. В Черкесии почтили память солдат, чьи имена остались неизвестными. Мероприятие прошло в музее городского центра военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» с участием общественников, педагогов и школьников. Присутствующим рассказали о деятельности поисковых отрядов в Карачае-Черкесии, занятых розыском, идентификацией и захоронением пропавших без вести в год Великой Отечественной войны солдат. Информация была подкреплена отрывками из документальных фильмов и телевизионными репортажами. По данным Всероссийского информационно-поискового центра, за последние два года было эксгумировано и захоронено свыше 21 тысячи останков войны Великой Отечественной войны, а за последние пять лет свыше 120 тысяч останков. В Черкесии участники городских соревнований написали десятки писем в поддержку российских военнослужащих-защитников Донбасса. Более 500 юных спортсменов на самых разных площадках республиканского центра состязались в пяти видах спорта. Турнир в поддержку российских военнослужащих-участников спецоперации собрал ребят из спортивных школ Черкеска, разных районов и городов Карачао-Черкесии, Капардино-Балкарии и Северной Осетии Алании. Танцевальный коллектив из Карачао-Черкесии «Уны Дэнс» вернулся с победой из Ессентуков. Ребята привезли сразу несколько наград. Юные танцоры представили различные хореографические номера, которыми покорили жюри. Как итог, практически все были отмечены призовыми местами. Однако девочки уже готовятся к новому вызову. Скоро им предстоит выступать в Сочи. Ну и в заключение выпуска новости спорта. 24 и 25 декабря в Донбай состоится юбилейный пятый турнир по смешанным единоборствам «Битва в Донбай». В этом году соревнования проводятся в поддержку вооруженных сил РФ, участвующих в спецоперации на территории Украины. Ожидается, что в мероприятии примут участие порядка 200 спортсменов из разных регионов Северокавказского и Южнофедеральных округов. Для максимально объективной оценки за ловкостью, силой и мастерством бойцов будут наблюдать аккредитованные судьи. В рамках турнира будут разыграны чемпионские пояса. Победители наградят грамотами и памятными подарками. Радио России. Карачаево-Черкесия. Погода. Восточный 6,11 метров в секунду. Солбик термометра поднимется до 4 градусов выше нуля. На этом новостной блок завершен. Его провела Рита Нирова. Вы слушали радио России. Карачаево-Черкесия. До новых встреч.